переносим контуры рисунка с распечатки на торт путем копирки закрепляем изображение на торте и при помощи острого карандаша обводим все видимые контуры при этом стараемся максимально точно повторять линии рисунка от того как насколько точно вы переведете все линии будет зависеть итоговый результат в процессе обводки не забывайте несколько раз проверить как получается линии должны быть хорошо видны случайные грязные линии можно удалить проведя по ним влажной кистью и впитывая при этом краской вытирая бумажную салфетку кисть периодически промываем водой в стаканчике с водой или можно использовать водку для этого она быстрее испаряется с поверхности торта для росписи можно использовать любые пищевые водорастворимые красители цвета подбираем подходящие к выбранному изображению вместо палитры я использую большое плоское белое блюдо из керамики на нем очень удобно разводить краски разводим краски водичкой или водкой до легкого водянистого раствора очень светлого оттенка для начала начинаем всегда самых светлых тонов далее будем постепенно добавлять и усиливать цвет обязательно даем высыхать каждому предыдущему слою краски покрываем последовательно участки различных цветов самым светлым оттенком сначала это делаем розовый коричневый у нас покрываем полностью эти участки даем подсохнуть черный цвет оставляем напоследок для прорисовки в конце уже стекающие капли краски подбирайте аккуратно кистью и вытирайте обмажную салфетку именно для этого как раз очень использовать объемные именно кисти которыми я пользуюсь и вам рекомендую далее я использую красители темно-коричневого цвета прорисовываем палочку за которую держится наш котик и начинаем углублять оттенки добавлять тени используем для этого темно-коричневый цвет и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При растушевке очень важно использовать бумажную салфетку, о которой следует вытирать кисть, убирая излишнюю влагу и красить. Для того, чтобы высветлить небольшой участок на нашем рисунке, мы можем это сделать с помощью влажной кисти. Сначала наносим на участок, смываем, вытираем из салфетки, еще раз промываем кистью, вытираем из салфетки полусухой кистью, убираем излишки, чтобы высветлить именно этот участок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно использовать прорисовку элементов тонкими линиями черного цвета, обводку глаз, рта и других элементов. Добавляем более темный тон розового цвета. При этом не полностью покрывая, а оставляя светлые участки, при этом создается некий объем визуально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усиливаем глубину теней самым темным коричневым и добавляем черным контуры тонкие линии не по всем контурам и деталям, а частично. Добавляем Не забудем прорисовать язычок нашему котенку красным цветом и усы. Тонкие черные линии и язычок тоже обведен тонко черным контуром. Добавляем тени на мордочке вокруг носа и глаз. Добавляем 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 Свой тортик я декорирую простым в изготовлении декором из вафельной бумаги. Это бабочки у меня тонированные Кандурином пищевым Закреплены на флористической проволочке Проволочки втыкаю в торт таким образом, чтобы создавался эффект того, что бабочки как будто тянут за собой веревки, привязанные к палочке на которой держится наш котенок. Ну что же, торт готов. Я хорошо поработала. Это было очень увлекательно и приятно. И теперь можно наслаждаться вкусом и эстетикой этого замечательного тортика. Если вам понравилось рисование на торте, то попробуйте, у вас тоже наверняка все замечательно получится. Рисовать можно на любых подходящих поверхностях для росписи, таких как мастика или специальное шоколадное покрытие под роспись. Изготовлению, сборке, выравниванию кубического торта, приготовлению шоколадного покрытия под роспись и непосредственно росписи торта я обучаю на своем онлайн курсе Art Conditer. Кто давно мечтал научиться, всех приглашаю на свой курс. Не бойтесь, приходите и у вас все обязательно получится. Продолжение следует...